Всем привет! Ни для кого не секрет, что уже с начала войны на регулярной основе военные во многих городах Украины выполняют свои планы по мобилизации не очень законным способом. Бывает такое. Путем похищения людей. Видео о том, как себя вести, если вас похитили люди из военкомата и посадили в бусик, у меня есть на канале. И там даже есть целая серия этих видео, и там есть четкий порядок действий в таких ситуациях. В этом же видео я расскажу истории из своей адвокатской практики о похищении людей. И те, которые закончились благополучно, и те, где человек оказался по итогу на передовой. И думаю, что каждый из вас, проанализировав их, поймет, в чем разница, и в каких действиях, и почему один из ТЦК выходит, а другие уже нет. Истории без имен, да, от места времени и без любой личной информации с сохранением полных правил конфиденциальности. Воспринимайте это просто как художественную поучительную повесть. Беспредел ТЦК и мой интересный день. Однажды в одно прекрасное солнечное утро, которое потом закончилось сразу двумя похищениями двух разных людей с разными исходами, у меня был запланирован выезд в ТЦК с клиентом для подачи документов на отсрочку от мобилизации. Перед выездом у меня были свои личные дела, и тут раздается звонок от моей знакомой, которая сообщает, что у нее сотрудники ТЦК похитили мужа. Я спрашиваю, вызывали ли полицию, фиксировали ли похищение, делали ли какую-либо огласку о его похищении, прошел или не прошел он медкомиссию, отказывался ли от подписи, или уже все, что мог, подписал, и где он сейчас находится. На что в ответ слышу неутешительную информацию о том, что похитили мужа еще вчера, что он уже давно прошел медкомиссию, все подписал и находится в военной части. И, конечно же, никто и никуда о похищении не сообщал. Я уточнила, почему же она меня не набрала в момент похищения. Ответ был, что она сама не сразу об этом узнала, а потом, когда узнала, был шок. И, конечно же, в такой ситуации, увы, при всем своем сочувствии, я вынуждена была донести человеку горькую правду, что вчера еще, если бы они фиксировали похищение и отказывались от подписи всего, ее мужа можно было бы вытащить. А вот сегодня, увы, уже нет. Под давлением это было или нет, без доказательств уже никто не докажет. И теперь человек пытается найти хоть какие-то основания для увольнения, которых у него, конечно же, нет. И буквально через 5 минут у меня раздался второй звонок. И тут мне позвонили вовремя. Позвонил отец, у которого только что украли сына на улице и посадили в бусик сотрудники ТЦК. Я быстро сообщила ему порядок действий, что нужно срочно вызывать полицию, сообщать о похищении конкретного человека конкретным военкоматом. Нужно делать максимальную огласку по всем соцсетям об этом. И что нужно по возможности сообщить сыну, что повестку на медкомиссию он подписывать может, может отказываться и получить за это админштраф, как хочет, но следовать туда в бусике и проходить ее тут же за 15 минут, без подтверждения о своих диагнозах, он должен отказываться. Что он должен ответить, что дойдет туда своими ногами, и что будет подтверждать каждый свой диагноз, а не проходить ее за 15 минут. А если туда затянут силой, каждому врачу заходить со словами, что его туда привезли силой, что все, что происходит, это насилие, и он отказывается от подписи всего. Если ему предложат подписать акт отказа от подписи, чтобы он подписал его со словами не согласен, а причиной отказа указал, что его сюда затянули силой в бусике, дойти до ВЛК своими ногами не дали, и отказывается направлять его к специалистам для подтверждения диагноза. Требует ее пройти за 15 минут. Объяснила, что он должен себя вести максимально сдержанно и не агрессивно, и ни на какие провокации не поддаваться, на угроз никаких не бояться. Стандартные фразы, не выпустим вас отсюда, хорошо, буду тут сидеть вечно и на вас смотреть. Заведем уголовное дело и посадим далеко и надолго, хорошо, как раз жду полицию, примите заявление о моем похищении, давайте им заниматься. Не нужны нам ваши подписи, мы сами за вас все подпишем, вас погрузим и отправим в военную часть. Делайте, что хотите, не нужны подписи, тем более их не будет, буду тихо сидеть в уголочке, отказываться выполнять преступные приказы командования, и заявлять о печерковеческой экспертизе и судитесь со мной хоть годами. Также объяснила, что если приезжает полиция, при любой ситуации нужно настаивать на принятии заявления о его похищении. После отцу удалось связаться с сыном и ему это все объяснить. Даже повезло и сыну ненадолго, и удалось со мной поговорить, я ему повторила все то же самое. Я уже очень спешила на встречу со своим клиентом, попросила четко придерживаться моей инструкции и набрать по результату, выпустили или нет. У ТЦК, где мы встретились с моим клиентом уже, стоя в очереди на улице, наблюдали очень интересную картину. Мат пришла вызволять сына, которого, судя по тому, что она говорила, также похитили на улице. Я не была знакома с этой женщиной, поэтому наблюдала картину со стороны. И была приятно удивлена тем, как она профессионально фиксировала похищение сына. Она уже вызвала полицию. Она все снимала на видео и на аудио. На уговоры около четырех военных, обступивших ее по кругу, их угрозы и провокации не поддавалось. Никуда сына, которого уже хотели грузить в бусик на медкомиссию, не отпускала. И несмотря ни на что, твердила, что доставка человека на медкомиссию в бусики незаконна, и что никто никуда не пойдет, пока не приедет полиция, не разберется в правонарушении. Военные по очереди подходили к ней и ее сыну со своими угрозами. Но они на нее не действовали. В драку никто не лез. Просто не поддавался на провокации и дальше продолжал отказываться от подхода куда-либо и от подписи всего. Военные хитростью попытались пригласить сына в помещение ТЦК и вместе с ней и поговорить. Но на входе, когда те попросили сдать телефон, женщина поняла, что будет дальше, и никто, ни она, ни сын в ТЦК не зашли. Сказала, будем здесь на улице вас ждать и полицию. И ждали. Сотрудники ТЦК не знали, что еще придумать и пошли совещаться на входе. Мне прямо хотелось похвалить эту женщину, насколько слаженно и профессионально она действовала. Обычно мамы, у которых похищают сына, ведут себя иначе. Они начинают истерики, уговоры и просто теряют драгоценное время, которое нужно тратить не на переговоры, а на фиксацию похищения и отказ от подписи всего. А когда время упущено, похищение не зафиксировано, и сын все подписал и допрошел, уже все, время упущено. Тут же было все наоборот, и очень профессионально. Женщина не была похожа на юриста, и мне даже стало любопытно, откуда она знает, как себя вести в таких случаях. И тут, когда сотрудники ТЦК потеряли бдительность, сын потихоньку зашел за угол и растворился в просторах города. Все это время я с клиентом стояла в очереди и наблюдала эту картину. И тут раздается телефонный звонок, где отец, который мне звонил утром, и у которого похитили сына, пытается рассказать мне то, что я только что видела своими глазами. Оказывается, что его сына похитили утром, и эта женщина была его мать, которая после звонка по телефону и консультации поехала сына оттуда вытаскивать. Я прервала разговор и сказала, что раз так, я сейчас к вашей жене сама подойду и поговорю. И подошла к этой героической женщине, тихо ей сказала, что она молодец, и все очень профессионально сделала. Она спросила, что ей делать и ждать ли полицию, на что я ей ответила, что подождете еще немного, если она приедет, напишите заявление и пойдете по своим делам. И через 15 минут полиция все-таки приехала, видела, как они общались, как поняла, дальше ее повезли писать заявление и дальше довезли до работы. Также я предупредила, что сыну нужно думать об основаниях для отсрочки от мобилизации, иначе они вечно будут или похищение фиксировать, или административные штрафы платить. Вроде она меня помняла. Но главное было сделано. Сын был свободен. И теперь он мог выполнять свои гражданские права и обязанности свободно, не под принуждением или путем похищения человека. И очень внутренне порадовал разговор разозлигшихся сотрудников ТЦК и СП, где один очень громко друг друга спрашивал, что мы можем ему сделать, а второй отвечал, что ничего мы ему не сделаем. Но правда это было в несколько нецензурной форме. А пока пауза и немного информации о моем канале. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Меня это будет мотивировать для выпуска новых интересных видео для вас. Также буду рада любым комментариям. По возможности отвечу всем. Если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели увидеть новый видеоматериал, пишите. Все пожелания будут учтены. И с вами я, адвокат Вера Трасенко. История о похищении двух разных сотрудников. Также однажды звонит мне директор одного из предприятий и сообщает, что только что его сотрудника похитили люди из ТЦК на улице. Я объяснила тот же порядок действий. Он передал его сотруднику. Но, увы, сотрудник оказался мягкотелый. Он не смог отказаться от прохождения медкомиссии за 15 минут. Отказался писать заявление о своем похищении. К вечеру мне его директор сообщил, что, увы, но человека уже отправили в учебную часть. И тут же позвонил директор другого предприятия, у которого тоже похитили сотрудника. Парень был без военного билета на улице и, увы, с 18 мая это законно. Его привезли в ТЦК. Пугали административным штрафом 25 500 гривен, если он не подпишет повестку на медкомиссию. Или требовали ее подписать и последовать в бусик, который его доставит до места, где он, конечно же, пройдет ее за 15 минут и будет абсолютно здоров. Он спросил, что делать. Я сказала, что подписку на медкомиссию пусть подписывает, но следовать в бусик для ее прохождения он должен отказываться, объяснять, что он может дойти своими ногами и что хочет подтверждать диагнозы, а не за 15 минут все проходить. Также по его рекомендации его жена вызвала полицию и сообщила о похищении. Сама полиция долго уговаривала его не писать заявление. Мол, а на что вы жалуетесь? Вы же без военного билета и это же вас законно доставили. На что ему пояснило, что нужно написать пояснение, что да, доставили законно, но заставлять дальше после подписания повестку на медкомиссию следовать туда не своими ногами, а в бусике и требовать ее пройти за 15 минут, они не могут и это уже незаконно. Он так и написал. Его начали пугать административным штрафом 25 500 за отказ от медкомиссии, на что я ответила, что если хотят, пусть выписывают штраф. Подписывайте со словами «не согласен, меня похитили, не дают туда дойти самому, тащат в бусик и не дают подтвердить такие-то диагнозы». И что вы думаете? По итогу человек был свободен через пару часов и они даже не стали выписывать ему тот самый административный штраф, которым так сильно пугали. Была похожая история и там человек вышел но с административным штрафом. Тут же вышел без него даже. Но конечно же мама, у которой по похожей схеме похитили сына, который не выдержал давления и все подписал и оказался в военной части, ошибок своих сына не поняла и ответила, что сын ей сказал, что отказаться от подписи было невозможно. Ее интересовало, что будет, если сын, который все подписал и находится в учебной части, сбежит. Но ответ об уголовной ответственности за дезертирство, увы, не порадовал. И еще одна история на закуска. Тоже у матери похитили сына. Она тоже вовремя позвонила и я тоже дала рекомендации. Сын ничего не подписывал, полиция была вызвана, заявление о похищении написано. Я попросила сообщить по их тогу, выйдет или нет. И немного забылась, честно говоря, в своей работе через пару дней вспомнила, что почему-то никакой итоговой информации от этой женщины у меня нету. И решила написать, узнать, как обстоят дела. На что получила кучу вопросов, как оплачивать админштраф 25500, который ему выписали. И она сообщила, что он до сих пор третий сутки сидит в ТЦК, от всего отказывается, но с его слов его там кормят и дают с ней щаться через решетку. Я была в ужасе. Спросила, почему она не позвонила, где ее огласка в соцсетях о том, что сына держит в ТЦК уже трое суток, где десятки вызовов полиции ДБР. И что, если они есть, пора тогда идти через суд, вносить все ведомости в ЕРДР о похищении человека и заваливать всех ходатайствами и жалобами и заявлениями о прекращении его незаконного удержания. И что штраф это десятое дело. Хочешь платить, плюс берет реквизиты и платишь, чтобы это не носило характер взятки. Но человека должны выпустить. Видимо, женщина одумалась и стала вести себя более активно. И, наконец, спустя трое суток ее сына выпустили. Но административный штраф все-таки вынудили оплатить еще там. Правда, на официальные реквизиты. То есть взятки не получилось. Вот и подумайте, теперь в чем разница в истории, где люди, похищенные ТЦК, по итогу оттуда выходили и где такие же люди тут же попадали в военную часть. Данное видео было создано, чтобы вы на практике увидели, как это работает и сделали свои выводы, как вести себя в подобных ситуациях. Дорогие слушатели, расскажите в комментариях у кого-то из вас, у кого-то из родных или близких уже похищали сотрудники ТЦК. Как все это происходило?